Задача была не просто одеть фигуру. Вообще я пришла сюда с запросом. Руководствоваться не только своими эмоциями, но и знаниями. Пока совсем можно. Надо только уметь подбирать. Появились крылья за спиной. Это такой взаимообмен энергии. Это просто кайф невероятный. В этом модном пространстве очень много одежды, и она разная. А цель модной практики участниц проекта «Хочу быть моделью 30 плюс» – попробовать примерить что-нибудь новое и непривычное, а также научиться делать правильный выбор, не покупая лишнего. Очень волнительно ждала это событие. Честно скажу, немножко переживала. То есть был такой страх, что не сойдемся со специалистом или меня немножко заставят одевать то, что я не захочу. Вот в этот раз, в это посещение уже мы чувствуем, что действительно появились крылья за спиной, появилась инициатива, появилась смелость. То есть настолько комфортно находиться вот в таких очень приятных вещах, что, конечно, это удовольствие и это неизгладимое впечатление в моей жизни. Вообще я пришла сюда с запросом. Когда Евгения со мной разговаривала, выясняла, что бы я хотела, я сказала, я вечно хожу в брюках, какой-то стиль кэжул такой, непонятный, смешение стилей, я хочу романтику. И вот она мне подобрала обалденные три образа, три платья. Я чувствую себя уверенно, чувствую себя красивой, чувствую себя женственной. Это, наверное, самое главное, зачем я сюда пришла. На модную практику в эйфории мы отправляем уже подготовленных девушек, подготовленных теоретически, которые уже разбираются в стилистике. Поэтому они уже могут руководствоваться не только своими эмоциями, но и знаниями. Мы именно на это и надеемся, потому что в этом магазине удержаться покупок очень сложно. Я когда хожу сама по магазинам, я все скупаю, я такой шопоголик. То есть я недавно узнала, что шопоголизм – это вообще такая болезнь, как называется. И я скупаю все вещи, которые не компонуются. То есть схватила там рубашечку, брючки, юбочку, а потом думаю, боже мой, сколько у меня вещей, полный шкаф одеть нечего. Вообще из уроков вынесло я то, что к одному верху должно подходить четыре низа, а один низ должен подходить к шести верхам, и тогда у нас будет при минимуме вещей все сочетаться. И это удивительно. Вот я сейчас подхожу и думаю, так, какие у меня низы, например, подходят или не подходят, каким случаем, и вот можно, правда, из минимум вещей составить очень такой хороший гардероб. И очень понравилось, что очень много было на практике таких образов, в которых можно пойти просто на работу, прогуляться с подругами. То есть они базовые. Сам-то такие базовые образы навряд ли подберешь. Евгения очень хорошо подбирает образы и очень чувствует людей, что очень заметно. И как бы ты даже не знаешь, что тебе подберут, но ты в этом чувствуешь себя увереннее. Евгения – это просто сказочный специалист, обладая мастерством. Учитывает, конечно, пожелания и особенности внешней данной, особенности внутреннего мира самое-то главное. Задача была не просто одеть фигуру, а именно ей было очень важно, как я буду чувствовать, ощущать в этой одежде. Очень хорошо, что у нас в городе, кстати, столько много классных специалистов. Я вообще не знала. Вот я здесь живу давно и не представляла. А еще до этого дня многие не представляли, сколько по-настоящему стильных вещей могут подчеркивать их внешность и разнообразить гардероб. Я раньше всегда ограничивала себя, что короткое мне нельзя, обтягивающие мне нельзя. Пока совсем можно. Надо только уметь подбирать. Гамма, которую я никогда не носила, считала, что это сильно ярко для меня, или как-то не подходит к моему образу. Оказалось, все наоборот. Нужно экспериментировать, нужно пробовать. И тогда будет понятно, что это здорово, что яркие цвета – это круто, это модно. Ну, и вдохновляешься от этого. Это такой взаимообмен энергии. Так интересно, так трогательно наблюдать, как меняется девушка, как меняется ее отношение к себе, начиная от этапа принятия и заканчивая восхищением собой. Ну, во-первых, это все удовольствие. Это просто вот кайф невероятный. Мне все нравится. Мне все вещи нравятся. Мне общение нравится. Мне нравится, что я могу хоть что деть. В древних времен были обычаи. Женщины собирались, водили хороводы, плели косы, венки, пели песни. Меня обменивались энергией, женской энергией, сильной энергией. Внесли это все в свои семьи. И также на нашем проекте. Девушки встречаются, девушки открывают себя, девушки дружат, и мы дружим вместе с ними. На самом деле, участницы этого проекта уже прям стали нашими друзьями, и мы уже делаем такие интересные коллаборации. И это так интересно, потому что это интересно и нам, в первую очередь, тоже, потому что каждый раз, каждый проект — это новая энергия, это новая история. Девушки приходят сюда в проект за эмоциями, за впечатлениями. Иногда девушки приходят в сложных жизненных ситуациях. А новое платьишко, оно как подорожник, приложил к телу и сразу выздоровел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok